дуртху пора отправляться делать великие дела делать великие дела звучит классно но я вас приветствую друзья с вами вирус вершить да скорее их нужно нам подвинул тебя планировал ничего так отправляемся в стоянку ориона прыжок и здесь куча эльфов огромная толпа 300 к по факту эльфов против нас и данное испытание начинается так объявление войну мы можем не звать союзников в принципе можем позвать они присоединяются на равных на равных оценивают наши шансы вперед и с песнями если бы дрича вообще мы оторвались тут на полную катушку но у дуртху состав древней попасть не даже о какой холмик тут посерединке на него можно забраться как раз и сражаться эльфы вот герои которые они могут наносить и обалденный урон а за стрелками придется еще и гоняться сейчас за стрелками придется прямо офигеть как гоняться если будут за пиксель зацепиться мы две армии сразу бы просто перехватывали две армии прям жик и перехватили оперативно но наша оперативная группа сможет разместиться только здесь вот и у зоотиков тут есть если что размещение но зоотиков я предлагаю вместе с птичками отправить со спины если что зацепить этих эльфа тварей и здесь можно еще вас конечно зачистку устроить зажимать с этой стороны дурку тут и тогда все таки останешься здесь погнали посмотрим чему все это приведет нас вперед 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 так птахи не торопитесь зоотики втяните животики втяните свои животики зоотики стреляй драконы нынче слабые да сейчас бы конечно дрича зацепила без проблем так бегом а птахи на вылет окружаем зажимаем ничего страшного орлов игнорируем орлов этих игнорируем дуртху с вами все будет хорошо не переживайте давай 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 пробивайтесь чуть-чуть у нас сейчас влипнут многие в неприятности не так зацепить не получается так ладненько это хорошо древний добивайте ну 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 проходим проходим свали он взлетел но он еще отгребает отлично пехоту в принципе мы разметели ли вопрос что эти лучники умеют стрелять когда убегают и тем самым создают огромнейшие проблемы для нас я даже хочу сказать настал тот час когда броню мы будем использовать так а ну-ка сюда всей толпой дружно дракона по факту убил наш рейнджер ну лесной дракона очень слабый о красиво да как он упал дракон лесную это просто разочарование лютейшин разочарование ну-ка подцепить их здесь ну реально мы сейчас будем либо ждать пока они настреляются так за ракона стреляй либо ждать когда побегут можно попытаться здесь цеплять сейчас подкрепление в принципе подходит вам дежурить в любом случае здесь надо вам однозначно здесь дежурить надо давай 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 вперед зоатиков и птичек очень сильно покоцают да и деревяки эти отхватят по полной так так птахи а ну-ка помогите здесь зацепить маленько так животики бегемотики бегом сюда сбивай эту птицу да дурку очень люто расстреливают в этом плане конечно приятного мало а где ты подожди ты с драконом сражаешься серьезно молодца вражеского лорда вынесла возвращайся тебе нужно сюда идти да бросьте вы их ну там ну плюньте вообще максимум пофигизма включите сейчас абсолютно никакого значения не имеет давай 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 тут в итоге нам нужно чтобы они сбежали хотя ну-ка давай полководца ты добьешь ее точно быстро ну если бы вот эту вот штуку отключил тебя да побежали замечательно вражеский лорд лег нам даже дожидаться не пришлось пока он умрет зуатик один вон тут в итоге выжил ох ты ёптель моктель а ты то далеко убежала у первого победа но это победа в любом случае у него лучников много осталось а у нас никто не слился зуатик один остался он самый покоцый отряд но он даже в бою преследовал еще птицы улетели все хорошо реально пришли бы подкрепление где-нибудь сбоку там где мы сейчас сразу зажали это было бы красотищем восполняем потери немного но восполняем причем нам скорее всего придется играть следующую битву за поселение тоже лично тоже лично будем разыгрывать эту битву подкрепление не подходит гарнизоне еще кто-то остался он сольет всех этих однозначно искусственный интеллект сейчас сольет а мы их постараемся не задействовать мы сейчас попробуем сделать финт ушами мы их бросим деревья в бой а птицы наверное один отряд деревьев плюс один отряд зоатов будут просто наблюдать так давай птицу да не даже только два отряда пойдут эти я предлагаю оставить в засаде эти оставляю в засаде это выставляем на фланге и все мы погнали а подожди мы зоатиков наоборот искусственный интеллект же в лесу я забыл но наоборот в лесу как раз таки выставляет в основном вас мы можем чисто для психологического давления подводить так подожди отставить ушли-ушли-ушли-ушли-ушли иди в бой ты духа ветвещат хотя сейчас среди деревьев наверное не все долетит то что долетело уже так подожди рядка ты наоборот отойди ты уйди во фланг чуть-чуть хотя можно вот на древолю докинуть пусть он ласты склеит убивай с другой стороны дух ветвей идет в бой дурт хура справится с этой все гони 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 давай давай больше брони птахи все сюда а ну-ка цепляй сейчас мы попробуем дриады здесь цеплять а потом деревьями всех убивать ладно но вы точно не будете идти бэй по-хорошему в нашу сторону баланс складывается с бешеной скоростью ну-ка добить 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 всех зватики сюда тянуть животики ну и мораль у них просела отлично мораль проседает у всех мы их убиваем хочется в это верить все-таки дурт ху и его компания солидные зверюги этим достанется и как достанется им все эти уже пофигу на не побегайте попреследуйте еще и не бегут смотрите вот-вот-вот мораль у тех резко просела но эти побежали замечательно можно немножко дуртку подлечить подойди поближе так-то это захват поселение сейчас любом случае все будут добиты немножечко подлечимся и быстро легко оперативно захватываем этот лес похоже все-таки одних так слил я не хотел их вести но долго сейчас наши деревья гонялись бы по иди в одну сторону другую показатель брони бешеный стрел я думаю в любом случае не хватило на лучникам в компании тут люто прокачивается их защита не починить на зачем сразу неплохой улов хочу сказать есть вот эльфы у нас сейчас есть еще дух ветви я предлагаю духа ветви нанять вот сюда королевскую поляну 15 левел нам пригодится как раз теперь что касается здоровья леса пока идет в плюс мы можем с карак зорным заключить союз допустим военный союз потребовать не хотят смотрите своих друзей что ли обижать не будут да ну вот за 30 тысяч может и купят да замечательно пусть гномы воюют с крысами еще а то они просиживают тут штаны а мы антоху больше шатать ухты елки-палки смотрите сколько некротекторов элитных он попризывал просто в круг так собрались и медитируют медитируют мерзавцы ты на разведке ты походила теоди пока что охраняешь по-прежнему тебе 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 мой друг сейчас как раздряд 15 левел жизнь по-прежнему предлагаю брать значительно опустошает боезапас против эльфов это вообще бомбезная тема да даже против тех же снайперов перемещение можно злобная свора ну давай наверное снайперов у тех же скайвинов подрезать будет очень это все полезно цветение кровь земли на всю уклонение возживающие снизу тыц тыц пробуждение леса ну давай вот сюда еще восполнение потерь потом тебя фону восполнение потери оформим тебе попозже папа же а вот сейчас кстати уже разведчики не сильно нам и нужны дополнительные я там строил до что нанимать вот такой острой необходимости нет дача 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 так а ну-ка дача тебе придется скайвинов добивать еще севернее бить их а деньги есть еще город новый захватили прилично приносит копеечку и учитывая еще такой момент что сейчас империя уже почувствовала вдруг себя сильной да и даже не уничтожив хаос начинает вновь портить с нами отношения вполне возможно что мы прорубим окно к торговлей морской захватим то есть нам по факту то чё здесь нужно захватить вот так вот вот тут кусочек самый ближайший до выход примерно там где как раз и пётр рубил окно из так подставить карты относительно реального мира можем и прорубить но это все людишки мы оставим мы им выбор хотят умереть мы им обеспечим смерть не хотят ну пусть просят прощение пусть становится на колени перед на жизнь деревьев важна как-никак бельбали уже смотрите куда он заплыл а он и здесь захватил вихрь но судя по всему что море окрасилась в его цвет он захватил у ног тела водоворот забавно что он окрасится водоворот ног тела тебе принадлежит хотя если бы он захватил нет он не захватил кладбище он галеонов она то здесь и территория не такая большая территория поменьше так ладно это все уже не интересно территория ног тела маленькая это просто очередная ошибочка с раскраской на геополитической карте мира вархаме такое частенько бывают то есть мы захватываем там она отмечается как разрушенная либо там цвета не соответствует такое часто случается сольет золотиков полин сольет скресси нет птичек слил в итоге взял птичек этот адскую дыру выживает как может бегает смотрите задание прервано эльфы наказаны здесь сестры сумерек сидят в дереве но дурку туда если отправлять будет попроще сюда бы я птичу даже перебросил на речи им там бы показала лично сестрицам этим погадала бы наводиться чё крыски готовы что вас тунгуса тунгусил здесь еще одна птичка оставалась как раз пофигу мы не боимся вообще какая бы тут армия не сидела вот кого кого царей гробниц точно не боимся царей гробниц многими фракциями можно топтать когда они давят 10 тысяч бросают на тебя даже потому что в большинстве случаев это будет но 10 тысяч бомжей так эти воде а сейчас и скавин и начали примерно так играть раньше даже скавин так не играли поставь дубом выгоним тебя выгони тебя выгоним тебя хотя то ли нужно прыгать тоже птиц подвезли до птиц подвезли мантику развали можно и то ли взять и на самом деле агентом ну раз у нас там а нет последним и тогда не надо тебя дальность перемещения эльф гарантировал бы но это тебе не нужно так 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 ты бегом сюда ты должен будешь наблюдать за территорией данного леса тебя мы попытаемся блокировать неудачу мастера смерти не удалось нам просто так зацепить из кирин из кирин из кирин ищет кирин пустошение кто не идет с пустоши вообще тишина притихал тихо в лесу ярко он притих все все просто спокойно идет а я-то думал прям какой сейчас начнется за мест я уже сколько раз обсуждал как мы покидаем старый свет там потом возвращаемся как мы беремся за деревья но с боем вынуждены будем отступить из-за наступающего хаоса из-за кучи кучи стеков которые продолжают нас давить но в разы проще добивать будем сразу тот город проклятый мордхейм чтобы стек минус ноте мало гора обижают но нам против козла многих еще сражаться придется финальной битве поэтому о подожди а мы потеряли да все правильно мы потеряли же город поэтому расторг и торговое соглашение я сначала думал конфедерацию там не он же еще вот он стоит рядышком дышит шевелит усами как таракан но человечешки сейчас реально как как тараканы как какая-то зараза вирусы расползаются их даже хаос не смущал да тут понимаешь ли у война архаон это архаон там сейчас был зигвальд великолепный там скорее всего да зигвальдом так и не встретились вот кто-кто к веточкам дри чьи и различным ее обещанием зигвальд не должен был быть равнодушным он наоборот как бы а а это интересно вот нужно посмотреть так чарующая сила содержание отряд усиление древней шпатун очередной шпатунчик уничтожь мастера и кстати получается если мы прорубим я назвал это не окно в европа шелковый путь потому что тут от столицы до морского региона захватывает и охранять этот шелковый путь один из городов теряем все считай торговля обрывается моментально вот торговое соглашение вот я тоже думаю у нас с вами крепкая дружба вы выпендриваетесь давай торговать так подружака подружака сбегай вот сюда здесь еще скавин и сидят прям хорошую толпу собрать вот здесь скавин и судя по всему сейчас засели мастер смерти там использовал эту тему под шумок сегодня не серия имени тебя я думал сейчас если заставить на сражаться против этого стека будет серия имени тебя разрушать не стал можно было бы разрушить стать засаду подождать пока засели потом снова разрушить враждебные вересковые пустоши где они но все тихо спокойно темното поселение у тебя три поселения дам со скавинами ты торгуешь в принципе его шатнуть не зазорно было бы но этого царя гробниц который торгует со скавинами им доверять нельзя а тем более сетра вообще в союзе со скавинами царям гробницы доверять точно не стоит сегодня долтан наконец-таки укомплектовался ему можно и стремительно хотя зачем ему стремительный удар вот давайте будем честны ему этот стремительный удар нафиг не нужно его лучше маги уже начать качать и поставить дубом давай посмотрим что здесь надо будет ударить по скавинам так недовольные древесные духи королевская поляна рудокопы гномов случайно наткнулись на побег корней мира и повредили его несмотря на свое упрямство гномы поняли что нужно исправить садийные направили к вам посланника они предлагают возместить ущерб и даже создать при помощи своей рунической магии печать для защиты корней однако древесные духи отнеслись к этому с подозрением и заявили что предпочтуют залечить поврежденное место гном ей кровью атаковать их за милую душу дисциплину давайте чтоб ты не убегала быстро базовый урон оружием урон от огня давай деревяха деревяха тебе тоже что-то достанется погнали ну чё поместим сейчас смешаем шерсть и биомассу до однородной субстанции это за карта не припомню по планировке я просто камни вот эти вот тоже может какие-то вышки тоже может какие-то вышки это руины от колонии эльфийских остались дик но что гномики готовы к избиению своей любимой участи мы сейчас будем вас превращать вы любите превращаться в кого-нибудь мы вам сейчас устроим развлекуху на полную катуху погнали спрятались в лесу конечно и не особо удобно огненные пушки огненные пушки насколько же они эффектно порой смотрятся но все таки его в трое царстве огненные пушки смотрятся в разы мощнее вот когда они все вместе там просто такой кадр можно снять прям глаз радуется так а этих нужно подлечить здесь у нас есть неприятные моменты так ладно сражайся сражайся чем разберемся вон даже мстители просто в хлам разрываются ничего не могут делать убили одного но за смерть одного мы отомстим сотни гномов сами курни против них так подождим где эти оп без боеприпасов так и живи теперь а и 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 вот они птахи развернуть орудие а пока вы разверните орудия вас уже унесут на небо и опустят на землю и вы станете еще ближе хотя казалось бы куда ближе к земле чем гном да во многих смыслах этого слова может даже сказать опускаясь до их уровня способность еще не откатилась так бомбовозик бомболею 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 мы можем попреследовать хотя бомбовозы все равно эти полностью не уничтожаются стеки если мы их отпустим то они будут еще живыми ну вот только не догоним там они сейчас и ладно решительная победа на голову громим гномов там бомбовозики по оставались артиллерия тоже кстати живая могут создать проблемы автобой то есть не выиграет хотя ну и этот автобой должен был их выигрывать какие потери будут в этом случае но тактика деревьев задричу я вот сейчас даже не могу представить что за стек это насколько расслабляет этот стек настолько расслабляет что дальше ты возьмешь более слабых каких-нибудь возьмешь сборочку послабить тех же даже лесных эльфов берешь и и не то и все таки лесные эльфы мне кажется не переплюнули алика на у лесных эльфов обалденная механика с деревьями ну она быстро компания проходится то есть я ее сейчас откровенно затягивал да чтобы ну в надежде получить удовольствие сражение с хаосом сложных затяжных движуха ну сложных движух пока нет крапива крапива дисциплина в лесу ранее пока наблюдай все тихо спокойно скавина здесь еще не тронули леса здесь смотрите беллигар а что же отношения начинают так улучшаться в руках забывая что мы с рейкландом воюем рейтинг силы мы на третьем месте а кто на первом сейчас уже хаос то давно не на первом и а тайны и экспедиции гемерстер у нас троица мы союз главное чтобы карл франц не присоединил и мистер это вот было бы обидно да вообще вот мне даже за империю за людей очень понравилась компания марка вульфарта все таки все таки у него игра от лучников он сам по себе лучник ну у него можно играть от лучников не обязательно играть естественно от лучников тем более лучники у него там не особо топовую если сравнить с лесными эльфами но забавно вспомните как мы в замесе просто уничтожали кучу лизардменов играя за него просто лизардмены не знали куда от нас деться там гиганты которые появились тогда вместе с этим дополнением здоровые огромные самые мощные там с огромным запасом хп они отлетали их просто не было а здесь вот скавины на нас нападают на это скорее всего мы уже будем играть в следующей серии должны выигрывать безусловно тут нет у нас мощных магов и каких-то прокаченных полководцев потому что у нас именно стратег не тактик единственный в данной компании но сыграем уже в следующей серии постараемся насладиться мясом которые захидывают скавины нас и тем более ядерка я думаю бы залетит сейчас нас окружат толпой и туда ядерку главное не проспать этот момент и вовремя нажать паузу чтобы быть практически в самом эпицентре событий но увидимся в следующем репортаже на этот счет всем добра пока пока